Обратите внимание на эти три публикации в инстаграме. Их объединяет несколько общих признаков. Они все опубликованы известными личностями в Кыргызстане, все они продвигают деятельность политических партий, участвующих в выборах, и на всех этих постах отключена функция комментирования. Это в целом может быть связано с тем, что политика тема непопулярная и может вызвать негативную реакцию среди подписчиков. К примеру, популярный исполнитель Хайрат Примберди в 2017 году активно участвовал в предвыборной кампании в поддержку Соромбая Джейнбекова. Но в июле, в разгар пандемии, сделал эту публикацию в инстаграме. В ней он признался, что стыдится того, что участвовал в агитационных мероприятиях в поддержку кандидатов и партий и попросил прощения у народа. И пост получил значительную поддержку от пользователей. Однако реальная причина отключения комментариев, скорее всего, кроется в другом. С большой долей вероятности могу предположить, что звезды опасаются не собственных подписчиков, а троллей. В сказках тролли — это уродливые и омерзительные существа, которые по ночам охотятся на людей. В жизни виртуальные тролли имеют много общего с мифологическими существами. Но питаются они не человеческим мясом, а их эмоциями. Тролли — это люди, которые сознательно оставляют агрессивные и враждебные комментарии в интернете. Они часто делают это анонимно, под закрытыми, а иногда фейковыми страницами. Часто их главная цель — вывести человека из себя, спровоцировать в пользователях негативные эмоции. А еще зачастую тролли объединяются в группы и работают сообща, чтобы создать эффект массовости в комментариях. Для того, чтобы выдать необходимую им точку зрения под мнение большого количества людей. Такие группы называют армией троллей или фабрикой троллей. А к услугам таких групп зачастую прибегают политики на выборах. Одними из самых громких и скандальных информационных поводов уходящего предвыборного периода стало видео речи Марата Аманкулова, кандидата партии Беремдик. Марат Аманкулов, разумеется, получил огромное количество критических и разгневанных комментариев. Гражданское возмущение переросло в митинг за суверенитет Кыргызстана, на котором приняли участие несколько политических партий. Этот митинг широко освещался в средствах массовой информации и под различными публикациями можно было наблюдать высокую активность троллей. К примеру, в одном из материалов о том, что этот митинг является заказом западных спецслужб, было размещено множество скоординированных комментариев на эту же тему. Задача троллей была простой – дискредитировать это мероприятие и отвести внимание от информационного кризиса, вызванного высказыванием кандидата. А уж когда позже Марат Аманкулов сделал заявление о том, что его речь была вырвана из контекста, то огромная армия троллей начала работу в качестве виртуальной группы поддержки. Тролли работают слаженно, агрессивно и последовательно. Один из этих методов – так называемый кибербуллинг. Это когда пользователи соцсетей пытаются причинить дискомфорт, вызвать страх или стыд через атакующие комментарии и сообщения. В начале 2020 года издание Клоб Кейджи опубликовало серию материалов о том, как функционируют в стране фабрики троллей. Все они пытаются не только защищать позицию своих клиентов, но еще выглядеть максимально реалистично в виртуальном пространстве. В материалах журналистов подробно описано, что пользователи под вымышленными именами использовали фотографии реальных существующих людей из Казахстана, Якутии и других стран для того, чтобы казаться настоящими. Поэтому в этом выпуске хочется повторить еще раз, что медиаграмотность – это способность не только отличить правду от лжи, но еще и распознавать, когда чью-то повестку пытаются выдать за общественное мнение. И нередко руками анонимных комментаторов, выдающих себя за реальных людей. Это значит, что медиаграмотный человек не только выбирает информацию из проверенных источников, но и поддерживает связь тоже с проверенными людьми.